В Дендрарии зацвели южноамериканские культуры. Особенностью их в том, что они, как правило, очень теплолюбивы и даже в нашем субтропическом климате могут не пережить зимы. Поэтому увидеть их на улицах города практически невозможно. А из-за периода цветения в августе и сентябре американская экзотика привлекла не только туристов, но и нашу съемочную группу. Есть в Дендрарии уголок южноамериканских культур, где экзоты растут в единственном экземпляре. Сейчас как раз начался период цветения этих растений. Например, вот этот куст с фиолетовыми цветами называют картофельным деревом. Его цветки и правда похожи на цветки огородной картошки, но, пожалуй, на этом все сходства заканчиваются. Больше всего притягивают взгляды картофельное дерево. Этот вид относится к роду послен. Раньше он назывался саланом ротанетти, а сейчас лициантес ротанетти, потому что сказали, что он очень сильно все-таки отличается от других представителей послен, о которых мы знаем, как картошка, помидоры. Это все представители. Интересные темно-фиолетовые цветки, массово усыпаны все ветки, но растение не морозостойкое. Поэтому в России в открытом грунте из коллекционных насаждений можно видеть только у нас в Дендрарии. Кроме того, все его части еще и ядовиты, как и лантана. А так называемое орхидное дерево с красивыми до 12 сантиметров цветами имеет на своих ветвях шипы, которые острее, чем у шиповника. Зато внимание привлекают не только цветы, но и листья. Одни видят в них сходство с крыльями бабочек, другие – со следами от копыт. Примечательно, что капризное растение в этом году не только пережило снег зимой, но и размножилось корневыми отпрысками. Все растения теплолюбивые, поэтому не каждую зиму они переживают. Мы находимся на участке, на котором растениям всего около 13 лет. Они подмерзают, мы их укрываем, и сейчас можно наблюдать очень интересное цветение. То есть, кто не был в Южной Америке, хочет посмотреть, что такое картофельное дерево, орхидное дерево. Но это все, конечно, такие народные названия растений трубы ангела или лантана. То можно посмотреть это все в сочинском Дендрарии. И пока в большинстве регионов России плавно наступает осень, по летнему яркие краски экзотических растений Дендрария привлекают туристов со всей страны. Нет такого пальмы, это всего такого. И мы пришли посмотреть именно ради этого. Экзотические фрукты, вот такое. А у нас, что у нас? У нас попроще все, просто сосны и все. У нас осень настает гораздо раньше, чем у вас, к сожалению. Урок биологии сегодня проходили с детьми. Изучали все растения, многообразие растений, которые представлены в Дендрарии. Очень понравилось. Завезенные из других материков экзоты сочинский климат оценили и даже настроились на привычный период цветения. Так, южноамериканские растения сейчас стоят во всей красе, как минимум до конца сентября. В то же время, как они это делают у себя на родине. Елена Емельянова, Александр Киреев. Время новостей. Субтитры создавал DimaTorzok